Можно будет задать. У меня довольно-таки общие представления о том, как работала экономика СССР, о том, как работал Госплан. Но надо сказать, что очень наивное представление, что вот был такой Госплан, который определял, как будет работать вся экономика 300-миллионного Советского Союза. На самом деле, из общей номенклатуры товаров, общий список всех товаров, которые производились на всех заводах, по всему Советскому Союзу, Госплан реально контролировал буквально несколько сот наименований. Из сотен тысяч Госплан реально контролировал несколько сот. Это самые базовые товары, это сталь, тот же уголь, цемент, вот такие самые базовые товары, они действительно контролировались на уровне Госплана. Не нужно думать, что производство пылесосов, я не знаю, где в Советском Союзе производились пылесосы. Телевизоры производились, например, в Нижнем Новгороде или в Калининграде. Не нужно думать, что из госплана спускался точный план, сколько нужно телевизоров конкретной разновидности произвести в этом году. Конечно, такого не было. У каждого директора завода была очень серьезная автономность. Были какие-то общие установки, были какие-то общие планы. Эти планы, на самом деле, полностью точно никогда не выполнялись. Но в основном, вообще говоря, экономика Советского Союза держалась на директорах заводов. Они решали, что они будут производить в конечном итоге. Они могли очень серьезно повлиять на цену того, что они будут производить. При Сталине, например, все было завязано очень жестко на Москву. Очень жестко было завязано на отраслевое министерство, которое спускало очень жесткие планы, которое очень жестко наказывало за невыполнение планов. Это все очень жестко было связано с Москвой. Уже при Хрущеве, при Косыгине и дальше все это феодализируется. И экономика Советского Союза держалась на директорах заводов. Приказы, которые приходили из Москвы, они очень часто были фиктивны. Я, например, недавно читал мемуары двух генеральных конструкторов танковых заводов. Урал-вагон завода в Нижнем Тагиле, где делались танки, и Харьковского завода, как он там назывался, Харьковский завод транспортного машиностроения, по-моему, где тоже делали танки. И, в общем, если почитать, они в Москву ездили для того, чтобы там ссориться, для того, чтобы выбивать фонды, для того, чтобы плести какие-то интриги. Но в основном все, что происходило, все реальные решения по производству, они были сосредоточены на местах. И новый танк разрабатывался на местах. Не было такого, что новый танк разрабатывается в Москве или в Петербурге, а потом он спускается на уровень конкретного завода. Нет, при каждом заводе есть конструкторское бюро, которое и делает те товары, которые будут производиться на этом заводе. То есть не нужно думать, что советская экономика, она вся была жестко завязана на Москву, на Госплан. Она была, в общем, такая во многом феодальная, поэтому, вообще говоря, в 90-е годы изменилось многое, но не так многое, как мы.